Здравствуйте, дорогие братья и сестры! На телеканале «Союз. Церковный календарь». Сегодня понедельник, 29 февраля по новому стилю или 16 по старому. Началась вторая подготовительная седмица к Великому посту. И сегодня Церковь творит память мучеников Памфила, Пресвитера, Валента, Диакона, Павла, Порфирия, Селевкия, Феодола, Иулиана, Самуила, Илии, Даниила, Иеремии, Исаии и мучеников персидских, Мартирополе, пострадавших в IV веке, преподобного Маруфа, епископа Месопотамского V века, святителя Макария Невского, митрополита Московского и Коломенского XIX – начала XX века. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы познакомимся со святителем Макарием, митрополитом Московским и Коломенским, апостолом Алтая. В миру Михаил Андреевич Порвицкий-Невский родился 1 октября 1835 года в селе Шапкино Владимирской губернии. Отец его, Андрей Иванович, служил псаломщиком сельского храма Рождества Пресвятой Богородицы. С детства мать приучила маленького Михаила к молитве. В 1854 году он закончил семинарию, где ему сократили фамилию до Невского. По своему желанию для проповеди Евангелия он поехал в Алтайскую миссию рядовым сотрудником, хотя по блестящим успехам мог бы продолжить обучение в Академии. Образцом миссионерского служения для него стал преподобный архимандрит Макарий Глухарев, основатель алтайской миссии, о жизни и трудах которого он слышал от очевидцев. Первое время будущий святитель служил чтецом, преподавал в катехизаторской школе, сопровождал миссионеров в отдаленные труднодоступные дикие места, изучал алтайский язык. 16 марта 1861 года он принял монашеский постриг с именем Макария в честь преподобного Макария Великого. На следующий день его рукополагают в Иеродиакона, а 19 марта – в Иеромонаха. Так начинается его самостоятельное миссионерское служение, сначала в Чемальском стане, а затем в Чулымшане. Успех проповеди мог быть лишь в том случае, если народы несли Слово Божие на его родном языке. Поэтому отец Макарий в совершенстве овладел алтайским языком и его наречиями. И многие годы он посвятил переводу богослужебных книг на алтайский язык, работая над этим в Санкт-Петербурге и в Казани. В 1875 году отца Макария назначают помощником начальника алтайской миссии. В 1883 году отца Макария возводят в сан епископа Бийского, и он становится начальником алтайской миссии. В этой должности владыка прослужил 8 лет. За это время число крещенных возросло до 19216 человек. Во время основания миссии при преподобном архимандрите Макарии Глухареве в 1830 году число крещенных было всего 675 душ. Число приходских храмов возросло до 49, открыто такое же количество школ и училищ, там училось 1168 человек. За 36 лет своего миссионерского служения владыка Макарий приобрел всероссийскую известность. В 1891 году его назначают епископом томским. Владыка Макарий считал, что пастырь должен быть готов во всякое время износить из сокровищницы души своея для одних утешения, для других наставления, для третьих ободрения, а для иных обличения. Он занимался также попечительством. К концу пребывания его на Томской кафедре в Томске было 11 церковно-приходских попечительств, занимавшихся сбором средств для бедных, 6 приютов для детей, ночлежный дом, 5 богоделин. За время его служения в епархии было открыто 217 новых приходов, 2 женских монастыря, 229 церковно-приходских школ, 442 приходских попечительства. Святитель Макарий предчувствовал грядущее событие в России. В одном из своих поучений он говорил, «Мы переживаем смутные времена, бывали на Руси лихолетия, но тогда было не так худо, как теперь. Тогда были все за Бога, все желали знать, что Ему угодно, а теперь не то. Тогда были за царя, теперь опять не то. Теперь слышатся голоса хульные на Бога и замыслы против помазанника Его. В подметных письмах и листках их мы читаем, что они, как вестники ада, жаждут разрушения, беспорядков, их желание все перевернуть, чтобы голова стала внизу, а ноги наверху, чтобы честный человек ждал милости из рук босика, которого они хотят сделать раздаятелем награбленного ими». В мае 1906 года его возвели в санархиепископа, а в 1912 году назначили митрополитом московским и коломенским и членом Святейшего Синода. В Москве, как и в Томске, владыка большое внимание уделяет катехизации народа, смело обличает нравственную распущенность современников, выступает против всего, что подтачивает твердыню Церкви Божией. Священномученик Арсений Жадановский в своих воспоминаниях писал, «Гордой столице не понравилось его простое учительство, его строго церковное патриархальное направление. Отшедшие от веры и доброй нравственности люди считали его за отсталого, неинтересного архиерея, а пастыри, ставившие на первое место не спасение посомых, а свои личные житейские интересы, не находили себе в митрополите поддержки». В 1917 году после февральского переворота в газетах начинается кампания клеветы на владыку, который остался верен присяге государю и отказался присягнуть Временному правительству. Его не допустили на Всероссийский собор 1917-18 года. Святителя принуждают, как несоответствующего духу времени, под угрозой заключения в Петропавловскую крепость подать прошение об отставке. Это было явно беззаконное, противоканоническое действие со стороны Временного правительства. Кроме того, 82-летнего старца лишили положенного ему по статусу содержания и права проживания в Троице-Сергиевой лавре, священно-архимандритом которой он был, сослав в Николо-Угрешский монастырь. Последние годы святой старец, забытый и покинутый почти всеми, находился в параличе, но не потерял способность говорить. Не раз посещал больного владыку святой патриарх Тихон. Последнее их свидание было в августе 1924 года. Оба и спросили друг у друга прощения. Священномученик-метрополит Петр, став патриаршем-местоблюстителем, просил у старца благословения, и владыка с любовью подарил ему свой белый клобук. Выдающийся святитель-миссионер, апостол Алтая, почил 16 февраля 1926 года в поселке Котельничи Московской области Люберецкого района. В 1957 году его честные нетленные останки были перенесены в Троице-Сергиеву лавру и захоронены в храме русских святых Успенского собора. Братья и сестры, хотя мы и молимся за каждой литургией, о многолетии всех нас, но в случае со святителем Макарием хочется поблагодарить Бога за то, что он не дожил до времени самых лютых гонений и репрессий, а Господь забрал его в свои обители раньше. Ведь он и так претерпел столько трудов ради церкви и, конечно, заслужил кончины безболезненной и мирной. К святителю Отче Макария, моли Бога о нас. Всего вам доброго, дорогие телезрители! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok